всем привет сегодня рассмотрим как установить парочку в кавычках трудных программ на linux mint cinamon 19.2 это у многих вызывает определенные трудности ну вот поделюсь скажем так своими находками значит я это беру все от угунты 19.04 вот посмотрите копирую первую команду затем копирую установку пункт менеджера ставим пароль у меня он сборки единичка соглашаемся нажимаем enter теперь идет вот третья команда ну и скопируем последнюю команду ну и скопируем последнюю команду вот таким вот образом ну и скопируем ну и скопируем ну давайте посмотрим что у нас тут получилось значит значит кнопки менеджер вроде бы есть но такое есть сообщение пожалуйста установите необходимые пакеты и и попробуйте и попробуйте снова нажимаем на окей ну ну в синаптике я смотрю битые пакеты вот исправить пакеты с ошибками Попробуем снова запустить. Иконки менеджер у нас запустился. То есть после выполнения этих команд надо еще запустить синаптик менеджер пакетов. И через него пойти в настройки и поправить битые пакеты. Дальше. Ну вот здесь я делаю для начала всегда так. Здесь значит я вот сюда закреплю на время. То есть коночки теперь работают. Теперь важно мне свои коночки туда перенести. Вот у меня коночка есть. Вот такая. И вот здесь у меня папочка с коночками. Вот все. Открываем конки менеджер. Убираем теперь этот готом. Ставим вот эти коночки. Ну и начинаем потихонечку их поднастраивать. Так все тут устраивает. Единственное. Ну вот сейчас черный цвет сделаем. Здесь нормально. Ну и теперь сеть. Беспроводная сеть значит выполняется таким образом. IW. Конфиг. Нажимаем Enter. Смотрим. Вот скорее всего у нас будет или вот этот вот, или вот это. Ну проверяем. Копируем. Вставляем сюда. Нажимаем применить. Никакого движения я не вижу, но ради интереса допустим. Броузер. Ну цифры, как говорится, молчат. О! Скопировать. И вставить. Применить. Вот цифры побежали по экрану. Значит сеть мы поймали. Ну все остальное, как говорится, уже терпимо. Единственное, значит здесь я вот всегда выставляю в сеттингах, чтобы коночки стартовали одновременно со стартом операционной системы. Потому что для меня лично, ну это как бы, как приборная доска автомобиля. Всегда мне, значит, показывает мои ресурсы. Всегда я уже могу определиться, что и как и почему. Ну допустим, я вижу, что у меня 7 гигабайт заняла сама система в краневом разделе. А 50 гигабайт у меня тут свободно на, скажем так, на домашнем разделе. Вот таким образом на Linux.min.19.2 Значит, это ставится Комки менеджер. Вот, пожалуйста, значит, можете посмотреть. Вот у меня тут написано Linux.min.19.2 Тина, по-моему. Ну и вторая программа, которая вызывает еще определенные сложности в установке в настройке, это программа SystemBug. Ну, поговорим об установке программы SystemBug. У меня на сайте, вот имеется вход на кладовочку мою на кроке. Вот сюда нужно будет зайти. Я под видеороликом оставлю вам прямую ссылку на, чтобы скачать этот файлик. И вот практически, вот здесь вот, нужно будет поискать словечко SystemBug. Вот. И вот эту вот штучку, SystemBug мы сейчас возьмем и скачаем. Скачался он моментально. Ну, открываем файловый менеджер. И вот правой кнопкой мышки распаковываем его сюда. Вот он у нас, как говорится, распаковался. Теперь, значит, что мы делаем? Открыть в терминале. Мало того, что в терминале открыть, я тут вот еще пропечатаю Sudo.SU Суперпользователь. Поставлю пароль. И теперь вот Возьму и вот эту вот Красавицу Сюда и перетащу. И нажму Enter. И выберу я номер Из менюшки Пятерочку выберу. Ребен. Я показываю вот установку SystemBug вживую. Ну, все, установка закончилась. Теперь вот еще парочку таких вот моментов. Посмотрите, SystemBug. И я еще делаю вот эти две команды. Значит, скрываем. Ну, берем первую команду, копирую. Вставляю сюда. Нажимаю Enter. Это идет установка LiveBoot. И следующее будет удаление полностью, на всякий случай, Каспера. Вот я сейчас скопирую. Ну, программа LiveBoot, она полностью сканирует за одну систему. Ну, там, на наличии загрузчика там, все это дело дает. А здесь нужно будет немножко подождать. Ну, и вставим удаление Каспера. Все, Каспер удален. Теперь практически, если там есть недоверие, можете перепровериться по синаптику. Значит, идем вот сюда и запускаем SystemBug. Ну, я сейчас прикреплю его. Пароль единичка. Ну, значит, что я вам скажу. Вот здесь вот все эти вещи, значит, я просто-напросто в настройках, чтобы не было у меня никаких там карказябров. Просто вставлю английский язык. Тут ничего там сложного нет. Там 2-3 опции в менюшке запомнить и все. Вот таким образом я закрываю SystemBug. Снова открываю его, но уже на английском языке. Вставлю ему сюда вот единичку пароль. И в сборке моя единичка будет пароль, соответственно. Ну, и вот иду вот на эту вот графу. Leave SystemCreate. Создание из-образа для того, чтобы его можно было записать на любую фрешку. Нажимаем здесь на Create New. Ну, и тихо и терпеливо ждем. А пока тут идет вся эта запись, я сейчас скачаю и поставлю себе последнюю версию виртуальной коробочки. Итак, заканчивается создание из-образа программы SystemBug. Ну, что я сейчас делаю? Поставлю виртуальную коробочку и на ней проверю образ, который создала программа SystemBug. Ну, здесь он всего лишь 2 гигабайта. Образ, который я выложу на кладовочку, будет немножко побольше. Там я еще кое-каких программах поднакидаю. А сейчас пока прервемся и дождемся виртуальной коробочке, на которой будем все это дело проверять. Ну, давайте проверим на виртуальной коробочке. Работает этот образ у нас или нет. Я обычно люблю наблюдать строки, бегущие по экрану. То есть, нажимая клавишу Esc, перехожу из режима пустого глядения на картинку Минта, на строку сообщений, где я уже вижу, каким образом идет загрузка из-образа на виртуальную машину. Вот практически и все. Итак, образ загрузился. Не скажу, что он очень быстро загрузился, но тем не менее загрузился. Но самое главное, что если образ загрузился, то значит, он создан правильно и может быть записан на флешку. А если по каким-то причинам у вас флешка не стартует или, значит, стартует, но что-то там не показывает, ну, скорее всего, дело во флешке. Флешку нужно сменить. Я сделал только, значит, Windows Mint с одним рабочим столом Sonamon. Если вы хотите поставить несколько рабочих столов, то команда для этого вы найдете в интернете. А как перескакивать между ними, вот я покажу. Нажимаете на кнопочку менюшки. Вот человечек зелененький убегает куда-то. Вот, завершить сеанс. Если у вас стоит несколько рабочих столов, то нажмете вот на эту кнопочку. И у вас тут помимо Sonamon, значит, может быть там мышка изображенец вот такой, мышки будет X-Face. Или Mate. Рабочий стол Mate. Вот практически и все. Значит, поставили, завели, значит, этот самый пароль. И будет, как говорится, вам счастье. Значит, команды на установку рабочих столов в Sonamon, ну, дополнительные рабочие столы, там, X-Face, Mate. Их очень легко найти в интернете. Ну, я посмотрю, если я тут... Постараюсь вам эти команды сбросить и вишенку, и под роликом. Кто же там сильно желает иметь несколько рабочих столов. Ну, а так, в принципе, сегодня мы говорили об установке, значит, конки менеджер и систембаг. Скажем так, ну, двух программ, при установке которых у многих пользователей бывает трудности. Все остальные программы ставятся, как говорится, из коробки, или из менеджера программы, или из синаптика. Особых проблем здесь нет. Ну, ладно. Я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. И до новых встреч.